Добрый день, коллеги! Сегодня мы начинаем наш новый семестр, новые темы. Будет очень интересно, будем обсуждать с нейронки. Подскажите, пожалуйста, у вас же вчера должны были быть две пары лекций. А, ну отлично, тогда этот материал могу рассказывать, не думать о том, что где-то что-то пересекается. Значит, что мы будем в этом семестре обсуждать? Мы сосредоточимся на нейронках, все домашки будут про это, все вопросы будут про это, никаких других тем мы обсуждать не будем. Наша задача, чтобы вы по итогам этого курса имели примерное представление о том, какие домены данных есть, как их можно обрабатывать с помощью нейронок, вообще какие задачи и каким образом их можно решать. И также как дополнительный такой скилл, вы должны будете научиться приторчу, быть специалистами по нему, вообще не писать любую архитектуру нейронной сети без каких-то запинок сразу из головы. Значит, сегодня у нас будет такое вводное занятие, мы обсудим самые базовые основы, вообще мотивацию к нейронным сетям, зачем это нужно, почему это работает и рассмотрим базовые, базовую архитектуру, многослойный перецептрон. И также обсудим несколько более тонких вещей, связанных с оптимизацией этих нейронных сетей. Значит, ну давайте начнем с вопросиках. Вот первый вопрос. Вы изучили в предыдущем семестре целую кучу разных методов машинного обучения, там линейную регрессию, SVM, деревья, бустинга и так далее. Вот как вам кажется, какие недостатки у тех методов, которые вы уже знаете? Так, ну это такой очень широкий ответ. Что-нибудь еще? Так, это хороший ответ. Еще какие-нибудь варианты? Так, тут не бывает неправильных ответов. Какие ответы? Так, давай. При линейной модели при росте количества параметров, которые у нас появляется, вот это переобучение, как я говорил, а вот это должно быть как решать? Да, это действительно будет в некотором смысле решать проблему с переобучением в зависимости от числа параметров. Есть вот такая особенность у нейронных сетей и обычно чем больше параметров, тем лучше. Но для этого необходима другая сторона монеты, необходима, чтобы количество данных росло с количеством параметров. Ну окей, давайте посмотрим, что тут я предлагаю в ответе. Действительно, в классическом email первый шаг, который вы должны сделать, когда вы пытаетесь решить какую-то задачу, это придумать, а как вам запихнуть ваши данные в вашу модель? Когда вам дают какую-то модель типа линейной регрессии, как ее запихнуть? Категориальные переменные. А что если вам дана картинка, вам делать какое-то гигантское количество признаков, и вот вы наверняка столкнетесь с проблемой переобучения? В целое, это значительно затрудняет весь процесс создания качественной модели машинного обучения. Поэтому вместо того, чтобы заниматься вот этой вот сложной задачей фичера экстрактинга, мы попробуем передать эту задачу нейронной сети. Пусть она сама каким-то образом из наших RAW данных выделит признаки и оптимальным образом их будет использовать. Более того, обратите внимание, если вам даны какие-то реальные данные, не табличные, например, то есть это могут быть видео, картинки, звук, текст. Обычно в таких данных есть некоторая внутренняя структура. Что я под этим подразумеваю? Ну вот проще всего понять на картинке. У нас тут что изображено? Картинка машинки. Как мы можем интерпретировать эту картину? Из каких частей она состоит? Если мы задумаемся на секунду, то действительно мы увидим некоторую иерархию, что сама картинка состоит из, ну вот как в данном случае, две машинки плюс какой-то бэкграунд. Каждая машинка состоит из отдельных компонентов, из колес, из дверей, из кузова и так далее. Если мы опустимся еще ниже, что из себя представляет колесо? Колесо – это набор некоторых базовых форм, градиентов, цветов и так далее. Вот такая вот внутренняя иерархия. Если вы подумаете о том, какие признаки вы выделяли, например, с помощью линейной модели, очевидно, вы просто так не можете эту иерархию учесть. Это достаточно сложно. Вы можете использовать, ну, например, попарные корреляции между отдельными пикселями, но вряд ли это будет выделять вам какие-то более высокоуровневые признаки. И вам бы хотелось, чтобы ваша модель внутри себя автоматически учитывала эту иерархию. Почему? Вот вы можете задаться вопросом, чем это хорошо использовать какую-то информацию, большую информацию о структуре данных? Вот это вопрос к вам. А почему это хорошо? Есть ли у вас какой-нибудь инсайт на эту тему? То есть, ну, окей, мы выяснили, что да, в картинках есть внутренняя структура. А почему ее стоило бы использовать? Как вы думаете? Нет, ну, смотрите, у вас же вот первая добавка по правку. КНН на мнисте, картинки, картинки, нейронных сетей нет. Структуру внутреннюю почти не использую. То есть, ну, тут такой ответ не совсем подходит. Да. Ну, да, модель как бы не может в этой иерархии учесть. Смотрите, я тут ожидал такого ответа, что почти всегда, если у вас есть некоторая априорная информация о ваших данных, лучше ее учесть в модели. Вы с вероятностным подходом, вероятностным взглядом на машинное обучение познакомитесь в следующем году, когда у вас будут байсовские методы машинного обучения. И там вы узнаете, что выбор правильного априорного распределения, то есть знание о том, откуда у вас данные пришли, как они устроены по умолчанию, оно действительно помогает вам улучшить качество вашей модели, является таким важным свойством. И вот как раз-таки нейронные сети будут вам позволять этот проект учитывать. Чем больше вообще в целом вы учтете информации у ваших данных, тем лучше ваша модель будет работать. Наверное, самый простой пример, с которым вы могли уже сталкиваться, это вот представьте, если вы хотите предсказывать, например, цены домов. И вы можете посмотреть, а какое у вас распределение у таргета, у, собственно, самих цен. Представьте, что если это распределение, ну, ненормальное, то есть это, там, логарифмическое распределение, то есть какое-то скошенное. Если вы попробуете обучать линейную регрессию на такое распределение, на ненормально распределенный таргет, у вас, ну, получится, ну, не очень хорошо, потому что у вас есть какие-то цены, которые очень-очень большие, и при этом их очень мало, и они будут вносить очень существенный байос в вашу модель. Но если вы таргет измените, вы учтете, что таргет распределен логарифмически, вы его превратите в нормально распределенный таргет, то у вас качество вашей модели линейной регрессии существенно увеличится. Вы можете это просто проверить, там, взять Boston Housing датасет и вот просто проверить это руками. Что будет, если вы будете обучаться на исходный таргет и на преобразованный таргет? Это вот такой простейший пример. Значит, да, возвращаясь к нашим нейронным сетям. Значит, ну, вот картинка, она как раз-таки вот всю мотивацию показывает. Вместо того, чтобы руками... Да. Ну, какая? 317-я. 317-я? Все верно. И что у вас? Практикум. Технологическая практика, по-моему, в расписании называется. Практика? Да. Да, собственно, картинка нам все отображает. Вот вместо сложного ручного этапа выделения признаков мы заменяем на иерархическое обучение многоуровневых выделяторов признаков. То есть сначала мы, учитывая нашу иерархию, выделяем самые низкоуровневые признаки. Абстрактные формы, градиенты, цвета и так далее. Чем дальше мы идем по уровням нашей сети, тем более сложные признаки мы выделяем. Из этого мы как раз-таки выделяем, ну вот, такие два концепта, как мы можем это реализовать на практике. Во-первых, вот чтобы такую иерархию реализовать, мы будем обучать нейронные сети многослойные. То есть у нас будет некоторая, опять же, иерархия в самой архитектуре нашей модели заложена. И второй концепт – это перцептрон. Это, на самом деле, самое базовое понятие, которое мы сейчас будем обсуждать, что оно из себя представляет и как оно нам помогает эту задачу решить. Так, есть вопросы к текущему моменту? Хорошо. Значит, перцептрон. Вообще, изначально перцептрон был разработан как некоторый аналог биологического нейрона. То есть вот у нас есть мозг, и ученые там в 50-е годы подумали, а давайте мы будем пытаться имитировать работу мозга. Они подумали, что вот мозг состоит из нейронов, и давайте мы попробуем придумать какую-то математическую модель, которая будет эмулировать это поведение. Соответственно, что у нейрона есть, какие у него есть характерные черты? У него есть дендриты – это те связи, по которым приходит сигнал внутрь нейрона. Есть аксон, по которому из нейрона выходит выходной сигнал. И есть, собственно, сам нейрон, где происходит некоторое преобразование входных данных в выходные данные. Соответственно, это все, конечно, очень интересно, но давайте, мы же математикой, сестры относимся больше на математической концепции. То, как это выглядит с точки зрения математики, как нейрон записывается математически. На самом деле все очень просто. Мы берем линейную комбинацию входных признаков и применяем к ней некоторую функцию, функцию активации. Еще называют ее пороговой функцией. Самый простейший вид пороговой функции – это просто нолик, если мы не перешли порог, то есть наша линейная комбинация меньше на единичку, если перешли порог, линейная комбинация больше нолика. На самом деле это очень похоже на то, как работает нейрон. Там тоже есть вот некоторые потенциалы возбуждения. Если мы этот потенциал переходим, то нейрон возвращает единичку, выпускает сигнал. Если нет, то он ничего не выпускает. Вопрос к вам. Вот у нас есть такая модель. Можем ли мы ей эмулировать какие-то данные? То есть выйти ли вы какие-нибудь проблемы в этой модели? То есть вот мы записали, как нам по входам получить ответ. Вот в чем проблема? Почему так, наверное, не стоит делать? Да. Так, еще какие-нибудь идеи. Или они не сказали? Да. Посмотрите, если бы мы в логистической игре здесь на 0.5 сделать, то это будет то же самое. То есть больше 0 или 1, меньше 0. Ну да, вот в принципе все ответы верные. Это слишком простая модель. На самом деле, вот правильно заметили, это, ну, по сути, линейная модель с некоторой хитрой выбранной функцией активации. Вместе, например, сегмоида мы используем вот такую хитрую пороговую функцию. На самом деле, если говорить более точно, более строго, мы давайте попробуем посмотреть, а вообще какие функции мы можем с помощью такой модели аппроксимировать? То есть насколько выразительна наша модель? И вот самый простой пример. А давайте подумаем, можем ли мы какие-нибудь логические функции аппроксимировать с помощью такой функции, с помощью такой модели? И оказывается, что нет, даже простейшие логические функции от двух переменных, такие как SO, мы уже проэмулировать не можем. Вопрос к вам, почему? То есть вот из... Да, все верно. Если мы внимательно посмотрим, мы здесь предсказываем ответ, по сути, то, с какой стороны относительно гиперплоскости мы находимся. И, соответственно, ну, видно, что XOR представляет из себя линейно неразделимую задачу, поэтому OR моделировать мы можем с помощью такой модели, а вот XOR уже не можем. То есть даже на таком простом случае мы уже сталкиваемся с очень ограниченной капасити нашей модели. И, соответственно, как мы можем попробовать подойти к решению этой задачи? Решением этой задачи как раз-таки и служит та самая иерархичность. Мы будем последовательно применять преобразование, задаваемое нейронами, и таким образом мы получим объект, который называется многослойным перецептроном. Давайте посудим на картинку и на формулу. Значит, у нас есть входные данные, у нас есть выходные ответы, и, соответственно, у нас есть нейроны первого слоя, которые, ну, опять же, принимают на вход входы, перемножают их с весами, выдают на выход и применяют функцию активации. Здесь она за сигму обозначена. Соответственно, выходы нейронов первого слоя поступают на второй слой и так далее. Мы можем это делать сколько угодно раз. Математически, ну, опять же, тут все очень просто. Линейное преобразование, после которого применяется функция активации. Соответственно, после того, как мы задали такую модель, нам предстоит серьезный анализ вообще, что мы такое придумали. Вот тут на слайде написано как раз четыре таких базовых вопроса, на которые стоит ответить, прежде чем вообще идти дальше. Ну, давайте, вот первый вопрос к вам. Какую функцию активации стоит использовать? Вообще, нужна ли нам функция активации? Можем ли мы ее вообще убрать? Ну да, если мы применим линейное преобразование поверх линейного преобразования, у нас все еще остается линейное преобразование. Это нам говорит о том, что функция активации, она, во-первых, необходима, и, во-вторых, она должна быть нелинейной. Это вот как раз таки будет источником сложности нашей модели. Ну, и, соответственно, другие вопросы, это вообще, как параметры подбирать вот у такой штуки, то есть сколько перцептронов брать в каждом слое, сколько слоев брать, это мы посмотрим, например, чуть дальше. На самом деле, вы это поймете скорее уже на практике, когда вы попробуете пообучать разные сети, у вас сложится некоторое представление о том, какие гиперпараметры лучше задавать. Ну, и вот самый последний вопрос, это вот тот вопрос, та проблема, с которой мы столкнулись в однослойном случае, в случае обычного перцептрона, это насколько выразительна наша модель. То есть насколько широкий класс функций мы можем приблизить. И тут вот важная теоретическая вещь, как теорема об универсальном аппоксиматоре. Кто-нибудь слышал о такой штуке? Хорошо. Значит, что эта теорема утверждает? Давайте сначала на пальцах, потом более математически. Она говорит, что если мы возьмем всего лишь перцептрон многослойный с двумя скрытыми слоями, то мы сможем приблизить почти любую хорошую функцию, если мы зададим достаточно большое число нейронов в каждом слое. То есть, если переоформлюить еще проще, достаточно широкие нейронные сети могут приближать с призвольной точностью почти любую функцию. Это нам говорит о том, что вот класс многослойных перцептронов, он полностью покрывает вообще почти все задачи, которые мы только можем себе подумать. Главное только вот выбрать правильное количество гиперпараметров. У этой теоремы есть некоторый, ну как бы, затык небольшой, связанный с тем, что, а вот непонятно, а насколько много нам нужно нейронов, насколько широкую нам нужна сеть. И на самом деле ответ на этот вопрос очень простой. Нам нужно экспоненциально много нейронов относительно размерности входного пространства. То есть, чем больше у нас входное пространство, тем больше нам нужно нейронов, чтобы достигнуть некоторой заданной точности. Это нам подсказывает, что, вообще говоря, очень широкие сети, ну это просто на практике неприменимо. Мы не можем, там, для картинок, например, когда у нас размерность уже, там, десятки тысяч. Еще экспоненциально от этого взять ширину нейронной сети, ширину многослойного перецептрона. При этом эта теорема ничего не говорит о глубине сети, то есть о числе слоев. И на самом деле, вместо того, чтобы увеличивать ширину слоев, в основном мы будем заниматься наоборот, увеличением глубины сети, о чем теорема, конечно же, не говорит. Но она дает хотя бы небольшой инсайт, что, ну, хотя бы мы не занимаемся совсем бесполезным делом. Хоть в теории мы можем что-то приблизить. Теперь давайте посмотрим более конкретно, это такая достаточно простенькая теорема, как она конкретно доказывается. Значит, сначала формулировка. Какие функции мы будем рассматривать? Мы будем рассматривать ограниченные, непрерывные функции на отрезке. Ну, логично, почти те функции потерь у нас, ограниченные, непрерывные на отрезке, это вполне логичное ограничение. И, соответственно, теорема утверждает, что у нас существует многострольный перецептон с двумя скрытыми слоями, которые равномерно приближают данную функцию. Ну, равномерная непрерывность и непрерывность ограниченной функции на отрезке – это одно и то же. Тут никаких вопросов быть особо не должно. И давайте подумаем, как мы можем доказать. Идея очень простая. Первым шагом мы разобьем весь носитель нашей функции, то есть весь наш отрезок, на котором она определена, на некоторое число отрезков, на каждом из которых мы можем ограничить вариацию нашей функции. Ну, собственно, это вот в первой строчке и написано. Мы рассматриваем отрезочки такие, что вариация нашей функции будет ограничена y пополам. И зададим наше приближение нашей функции как значение этой функции в начале очередного отрезочка. Очевидно, что если мы так зададим наше приближение, то мы приблизим нашу функцию с точностью ε, что, собственно, и требует наша теорема. Теперь давайте попробуем, как мы можем промоделировать вот такую кусочную постоянную приближение. Это мы будем делать в два этапа. Значит, на первом этапе мы будем эмулировать так называемые индикаторные функции. Что я под этим прозываю? Мы будем эмулировать функцию того, что x входные данные принадлежат заданному подотрезочку. После того, как мы это сделаем, мы сможем умножить такую индикаторную функцию на значение функции на этом отрезке. Присуммировав по всем отрезкам, мы получим, собственно, наше кусочное постоянное приближение. Все логично. Соответственно, нам остается, самая сложная вещь, проэмулировать вот эту индикаторную функцию. Тут все просто. Мы раскладываем эту индикаторную функцию на комбинацию, опять же, индикаторных функций, но более простых, которые выражаются просто индикатором полуинтервала, полупрямой, по сути. Такие индикаторные функции, как мы можем их проэмулировать? И вот тут нам на помощь как раз таки и приходит функция активации. Нам нужно сделать некоторые ограничения на то, какую функцию активации мы будем использовать в нейронной сети. Иначе мы просто не сможем проэмулировать наши индикаторные функции. Вот именно в этом моменте тут и возникает некоторое ограничение. Соответственно, сами ограничения, они достаточно простые. нам нужно, чтобы наша функция активации уже, она была, во-первых, ограничена, и на плюс-минус бесконечности у нее был какой-то предел. Ну и при этом функция должна быть не константной, чтобы она не стала линейной случайно. Соответственно, после того, как мы это сделали, задали такую функцию активации, нам не заставляет труда проэмулировать индикаторные функции полупрямых. Как мы это сделаем? Вот вопрос к вам, если не подглядывать. Вот я хочу проэмулировать индикатор того, что х больше, чем а и т. Как мне это сделать вот с помощью функции g, которая таким ограничением дистрирует? Где-то достаточно далеко в области, близко к полюбам. Да. Ну, то есть, смотрите, нам нужно проэмулировать ступенчатую функцию со ступенькой в точке аито. Как мы это можем сделать с помощью нашей функции активации? Ну, мы просто перемасштабируем следующим образом входной аргумент. аито минус х делить на h. Видно, что если мы будем h устремлять к нулю, то наша функция активации как раз-таки будет стремиться к ступенчатой функции. Ну, это просто несложно убедиться в этом. Соответственно, после того, как мы определили, как мы будем приближать индикаторные функции, мы каждую из трех индикаторных функций в нашей сумме приближаем в соответствующую функцию активации. Что нам остается дальше? Ну, дальше мы можем просто математически проверить, что действительно у нас из разбиения вылезет одна половинка эпсиона пополам, и из приближения функции активации вылезет вторая половинка эпсиона пополам. Соответственно, в сумме у нас погрешность получится эпси. Соответственно, давайте еще раз высокоуровнево. Нейронами первого слоя мы будем приближать индикаторные функции вот такого вида, индикаторные функции по интервалу. На втором слое мы будем приближать индикаторные функции, которые внутри себя подставляют индикаторные функции первого слоя. И, наконец, последним слоем мы должны просто взять линейную комбинацию, с, ну, по сути, функцией активации identity. Есть ли вопросы по этой теореме? То есть, понятно ли общая структура? Ну что? Значит, какие есть особенности у этой теоремы? Вообще говоря, ее можно обобщить и показать, что нам достаточно одного скрытого слоя, то есть, всего двух слоев нейронов, чтобы доказать точно такое же утверждение. И также мы можем ослабить ограничения на функцию активации. Оказывается, что нам подойдет, вообще говоря, любая неполиномиальная функция. Нам не обязательно требовать, чтобы она приближала ступеньку. Любая неполиномиальная функция активации подойдет. Значит, в целом, из доказательств этой теоремы видно, что действительно количество нейронов, например, количество нейронов в первом слое, оно экспоненциально пропорционально размерности пространства. Как раз-таки из-за необходимости разбиения его на небольшие участки, в каждом из которых функция будет ограничена. Это нам как раз-таки говорит о том, что ширину увеличивать не очень оптимально. Наверное, на практике будет более оптимально увеличивать глубину. Есть ли вопросы? Хорошо. Мы обсудили, собственно, момент с тем, что вообще та модель, которую мы предложили, она имеет смысл. У нее есть теоретические гарантии. Теперь следующий вопрос. А как вообще нам обучать такую сеть? То есть логично, ну вот, не знаю, например, так же, как СВМ, у вас бы мог возникнуть вопрос. Вот вам задали какую-то модель, а вот как получить решение? Как найти оптимальные веса? И там такая сложная процедура, очень интригиальная. С террорными сетями, на самом деле, похожая ситуация. Давайте посмотрим, как мы будем эту задачу решать. Как мы будем находить оптимальные веса? Для этого введем, ну, некоторую базовую терминологию. Я думаю, она у вас же вам по ММБРО должна быть знакома. Соответственно, самый базовый вариант, как мы можем подходить к обучению нейронных сетей, это рассматривать просто минимизацию эмпирического риска. Это такая концепция подходит, там, для задач регрессии, классификации, сегментации и так далее. То есть для большинства простых задач минимизация эмпирического риска – это вот то, что вам нужно. Соответственно, за вот такую Эль-Ваунисту я как раз-таки буду обозначать эмпирический риск. Так как наша модель очень сложная, нелинейная, очевидно, что у нас нет никаких гарантий о ее, там, выпуклости, вогнутости, никаких гарантий о том, что у нее есть всего один глобальный минимум, никаких гарантий о нахождении аналитического решения нет. В таком случае почти единственный вариант, который мы можем применить для нахождения весов, это использовать градиентный спуск. Я думаю, с этим методом вы уже знакомы с предыдущего семестра. Соответственно, вот таким образом мы можем через градиент нашей функции потерь, через градиентное перечество риска, записать очередную итерацию градиентного спуска. И вот на данном семинаре мы посмотрим основные особенности градиентного спуска применительно, даже не то, что к нейронным системам, а вообще в целом. Но вот для нейронных систем это, в частности, особенно важно. Для простоты, за дельтеиду мы будем обозначать приращение весов на очередной итерации нашего градиентного спуска. В дальнейшем мы будем рассматривать различные варианты, как мы можем дельтеид и определять. Вот вопрос к вам. В чем проблема обычного градиентного спуска? Вот это вы уже должны знать. Так, и что, локальный минимум? Не, ну это не проблема градиентного спуска. У нейронной сети у нее много минимумов, потому что она очень нелинейная, невыпуклая функция. Поэтому тут нету прямой связи с градиентным спуском. Вы можете использовать какой-то другой метод оптимизации и тоже попасть в локальный оптимум. А вот именно градиентному спуску что присуще? Это говорит о том, что градиентное затухание из-за того, что у нас сложная композиция функции, поэтому у нас сложный берется производный метод. Да, по этому мы поговорим. Это общая проблема всех градиентных методов. Но это не конкретная проблема градиентного спуска. Это для всех методов будет так. Что еще раз? Да, вот это тот факт, который я хотел услышать. Соответственно, если мы внимательно посмотрим на структуру нашего лоса, и на самом деле это, кстати, очень важно, многие забывают, почему у градиентного спуска есть проблема с вычислениями. И эта проблема заключается в том, что структура лоса выражается в том, что он декомпозируется по отдельным элементам выборки. Вообще говоря, это не для всех задач верно, но для тех задач, которые мы будем рассматривать в нашем курсе, это будет верно. Соответственно, для того, чтобы посчитать честный градиент функции в данной точке, нам нужно пройтись по всей выборке. Для небольших выборок, понятно, это хорошо, это можно сделать, но для больших выборок и для нейронных сетей, конечно же, используются просто огромные выборки, сторазмерные с числом параметров в нейронных сетях, то есть это миллионы, миллиарды параметров, и считать на каждой итерации градиент по миллиарду объектов, ну это просто вычислительно неэффективно. И, соответственно, то решение, которое вы, опять же, я уверен, знаете, это применение стокастического градиентного спуска. Вместо того, чтобы использовать точный градиент на каждой итерации, мы будем использовать стокастическую оценку его. Ну вот, опять же, вопрос к вам. Какие проблемы с стокастическим градиентным спуском вы знаете? Опять же, можно не смотреть на слайд. Так, ну хотя бы вот тут предложили пять проблем. Нужно хотя бы одну назвать. Не смотреть на слайд. Ну, да, это грим зависит, а в чем проблема? Ну и что случайность? Это хорошо, а плохо. А если мы используем стокастический градиентный спуск, то он начинает метаться в каждой иной точке одновременно, и из-за этого вознуждения очень медленный спуск. Да, все верно. Это покрывает много пунктов из этого списочка. Значит, в частности, это вот четвертый пункт. Во-первых, у нас в нашей оценке градиента возникает некоторая дисперсия. То есть вместо того, чтобы идти по истинному направлению, мы идем по какому-то умещённому направлению, то есть ненаправленному в нужную точку. Это, да, с одной стороны может замедлять сходимость, с другой стороны, это вообще может мешать алгоритму сойтись вообще куда-то. И здесь мы должны будем рассмотреть понятие так называемого confusion region. То есть вместо того, чтобы сходиться к некоторой точке, к некоторым оптимальным весам, мы будем сходиться в некоторую область, в которой мы будем осциллировать с невозможностью сойтись в конкретную точку. Значит, еще какие проблемы? Значит, вообще говоря, у нас теряется возможность определить критерий останова. Когда у нас был градиентный спуск, вот какой критерий останова мы могли использовать? К вам? Да, градиент примерно 0. У нас есть необходимые достаточно условия локального оптиума, соответственно, из них мы сразу понимаем, что если у нас градиент стал равен 0, или вообще градиент просто уменьшается, значит, мы все ближе и ближе находимся к локальному оптиуму. В стихотическом случае, изнаменающей дисперсии, это уже будет неверно. У нас может быть дисперсия настолько большой, что нормы градиента никогда близкой к нулю не станут. На самом деле, на практике это почти никогда не влияет, просто потому что никто не использует норму градиента как критерий останова. У вас есть какой-то некоторый фиксированный бюджет для вычислений, и вы пытаетесь его использовать весь обычно. Вы не делаете там какую-то early stopping, ну, на самом деле, этот метод, он, конечно, используется early stopping, но почти никогда вы не будете просто останавливаться, просто потому что вам так захотелось. Вы будете вести оптимизацию до конца, а только потом уже выбирать оптимальную точку с оптимальным качеством на тестовой выборке. Еще какие есть проблемы? Значит, у нас добавляется гиперпараметр. Размер больша. Есть ли у вас какая-то интуиция о том, как выбирать размер больша? Отлично, да. Ну, это в принципе верно, а что-нибудь поконкретнее? У нас есть баланс между дисперсией стахотического градиента и вычислительными ресурсами. То есть, чем меньше дисперсия, тем, в принципе, мы должны быстрее сходиться. Мы идем по более правильному направлению. Но тем больше нам требуется вычислительных ресурсов. С другой стороны, если мы говорим про наличие стахотичности, наличие дисперсии в нашем процессе оптимизации, это может нам помогать не застревать в локальных оптиумах. Вот такой вот факт, который вы можете принять скорее на веру, он показывается больше эмпирически, нежели чем как-то теоретически. Это то, что в нейронных сетях очень много локальных оптиумов. При этом, более того, в нейронных сетях очень много плохих оптиумов. Что я под этим подразумеваю? То есть, это оптиум, в которых лост на обучающий выборки очень маленький, а вот генерализация, то есть лост на тестовой выборке, очень большой. То есть, таких оптиумов, их на самом деле, ну, сильно-сильно больше, чем хороших оптиумов. Оптиумов с низким качеством, прошу прощения, низким лосом на тестовой выборке. И вот магия стахотического градиентного спуска как раз заключается в том, что он каким-то образом позволяет нам избегать вот этих плохих локальных оптиумов и попадать в хорошее с нормальной генерализацией, чтобы вот не было каких-то вырожденных случаев. Хорошо. Значит, про особенности стратегического градиентного спуска поговорили. Теперь давайте смотреть на разные картиночки, как это все ведет себя на практике. Так. Значит, давайте рассмотрим следующий пример. Самый простой, тупой пример. По оси х у нас отложен один обучаемый параметр. Какой лос мы будем здесь использовать? В качестве лоса мы будем использовать усреднение трех квадратичных лосов, которые заданы вот оранжевой линией, зеленой линией и красной линией. L1, L2, L3. Соответственно, их среднее, наш эмпирический лос, синенькая линия, и ее центр обозначен, то есть оптимум, обозначен партийной линией. И давайте посмотрим, что если мы для такой вот задачи запустим оптимизацию градиентным спуском и стахастическим градиентным спуском. Что мы видим? Значит, синенькими точками обозначен градиентный спуск, как параметр обучаемый меняется от итерации к итерации, чем насыщеннее точка, тем более поздняя итерация. Красными точками обозначен стахастический градиентный спуск. Мы видим, что градиентный спуск действительно сходится к точке оптимума и никуда не исцелирует. При этом стахастический градиентный спуск, вместо того, чтобы сойтись в какую-то конкретную точку, он действительно сходится в некоторую область, он исцелирует. И из картинки легко понять, почему. Представьте, что в какой-то момент вы попали в точку оптимума. На следующей итерации мы должны будем выбрать одну из трех парабол. И, соответственно, мы из этой точки обязательно сместимся. Или влево, или вправо, в зависимости от того, какую параболу мы выберем. И ни в какой момент времени в точке оптимума мы остановиться не можем. Давайте попробуем посмотреть, что у нас происходит при изменении темпа обучения. Значит, если мы возьмем большой темп обучения, мы увидим, что градиентный спуск, несмотря на то, что он осцелирует поначалу, все равно в итоге сходится к одной точке. При этом стахатический градиентный спуск все еще продолжает сходиться к области. При этом мы видим, что размер области, в которую он осцелирует, так называемый размер confusion region, он возрос. То есть, чем больше learning rate, тем больше размер области, в которой мы будем осцелировать. Давайте посмотрим для меньшего learning rate. Так, ну это слишком маленький learning rate, у нас ни один из методов не сошелся. Давайте чуть побольше сделаем. Ага, ну здесь мы видим, что у нас оба метода примерно сходятся. Confusion region в стахатическом случае уменьшился. Так, понятен ли этот пример? Хорошо, давайте теперь попробуем привести некоторую, ну такую теорию, связанную вот с этим стахатическим обучением. Вот как можно это не на пальцах, а математически строго доказать. Значит, давайте вот посмотрим на уравнение 4. Это уравнение как раз таки вот основное, которое мы будем сейчас анализировать. Оно, что нам говорит? Давайте сначала посмотрим его левую часть. Здесь мы анализируем, как называемый, зазор генерализации. Что я под этим подразумеваю? Это разность между лосом на катой итерации нашего процесса оптимизации минус оптимальное значение лоса. W со звездой – это глобальный опциум нашей функции ипотеки. Соответственно, L от W со звездой – это вот внешняя граница нашей функции ипотеки. Соответственно, разность между текущим лосом и оптимальным лосом – это зазор генерализации. Вообще говоря, в процессе оптимизации нам хочется, чтобы этот зазор был как можно меньше. Если он станет равным нулю, это значит, что мы сошлись в глобальную опцию. Давайте посмотрим, как мы можем ограничить этот зазор вверх. Вот, чисто с теоретической точки зрения, можно вывести следующую верхнюю границу. Давайте посмотрим, от чего она зависит. Во-первых, она зависит от W0, от нашей начальной инициализации. Что это означает? Вот, это слагаемое в числителе. Оно показывает, насколько далеко мы стартуем из точки оптимальной, из точки глобального опции. Чем дальше мы стартуем от нее, тем больше зазор генерализации у нас может быть. Ну, в принципе, это логично. Нам нужно сделать больше итераций, чтобы сойтись к оптимуму. Окей, второе, слагаемое в числителе, это сумма нормы, квадрата нормы градиента, умноженной на квадрат темпа обучения. Какой вот интуитивный смысл можно привести к этому множителю? Этот множитель показывает, насколько большие мы шаги делаем. Если мы делаем шаги очень большие, у нас очень большой градиент, это означает, что мы еще очень далеко от точки оптимума, потому что в точке оптимума градиент у нас будет равен ну просто нулю. Соответственно, чем больше квадрат нормы градиента, тем дальше мы от точки оптимума, тем больше у нас зазор генерализации. Ну и так как мы рассматриваем градиентный спуск с некоторым темпом обучения, мы эти шаги перевзвешиваем в соответствии с нашим расписанием ленингрейта. И в знаменателе у нас будет опять же сумма шагов обучения, то есть насколько далеко мы вообще в принципе могли отойти от нашей стартовой точки. Это тоже, чем дальше мы могли отойти от стартовой точки, тем меньше у нас может быть зазор генерализации. Ну, в принципе, тоже интуитивно логично. Давайте теперь вот из этой формулы мы уже увидели, что, во-первых, нам очень важна инициализация. Чем лучше мы проинициализируем модель, тем быстрее она сойдется. Это вот видно из этой формулы. Второй момент. Это давайте попробуем проанализировать, а какой темп обучения нам нужно выбирать. То есть мы видели, что в стахатическом случае от темпа обучения у нас существенно зависит от confusion region. И вот давайте посмотрим, как это будет выражаться через математические формулы. Это для моделей стахатического градиентного спуска. Нет, для произвольной модели. Вот у нас есть произвольная модель, и мы для нее запускаем градиентный спуск стахатический. То есть тут мы не делаем предположения о том, кто именно... Да, на самом деле, мне кажется, на чмах у вас что-то подобное было. Ну, понятно, что чму никто не слушал. И на бедных оптимизации тоже что-то подобное было. Да, проблема та же. Что? Где должен быть модуль? Слева? Ну, смотрите. Вот это, это же нижняя граница. То есть вот эта величина, она всегда положительна. Точнее, не отрицательна. Окей. Давайте попробуем как-то проанализировать вот это вот выражение. Для этого ограничим его сверху. Ограничим сверху расстояние от начальной точки до точки оптима. И ограничим сверху все квадраты нормы градиентов. Их мы ограничим g квадратом. И, соответственно, преобразовав, получим вот следующее выражение. И давайте посмотрим разные стратегии выбора темпа обучения, как они будут влиять на поведение вот правой части уравнения 4. Значит, ну, первая самая простая стратегия – это выбрать константный темп обучения. Значит, давайте подставим его в нашу формулу, упростим. Что мы получим? Мы получим следующее выражение. Оно состоит из двух слагаемых. Первая слагаемая. Обратно пропорционально зависит от числа итераций. Соответственно, чем больше число итераций мы сделаем, тем меньше у нас будет верхняя граница на наш зазор генерализации. Это как раз-таки нам подсказывает, что при константном темпе обучения, ну, нам, чем больше итераций мы сделаем, тем лучше мы сойдемся. При этом темп обучения, он также находится в знаменателе. Соответственно, чем больше темп обучения мы возьмем, тем как бы быстрее мы сводимся к тому оптиму, которому мы вообще можем сойтись. То есть это нам подсказывает что? Вообще говоря, нам неплохо брать темп обучения побольше и побольше число итераций. Второе слагаемое же. Что оно нам показывает? Тут нету зависимости от числа итераций, и при этом ε, наш темп обучения, находится в числителе. Это слагаемое, это неустранимое слагаемое, как раз-таки будет нам задавать наш confusion region. И тут мы видим, что чем больше мы берем ε, тем больше у нас этот confusion region. Мы зазор генерализации не делаем равным нулю, у нас остается некоторая область, в которой мы можем осциллировать, в которой наша функция потерь может отличаться от оптимального значения. Соответственно, чем больше мы берем темп обучения, тем больше у нас confusion region. Ну и наоборот. Соответственно, общий вывод из констатного темпа обучения, что вообще говоря, это, ну, наверное, не очень оптимальный выбор, потому что у нас действительно есть какой-то неустранимый зазор. Давайте посмотрим так называемые условия Монроа Робинсона на темп обучения. Что мы можем сделать, чтобы наш зазор генерализации устремить к нулю? Положим, что у нас сумма темпов обучения на зака итераций стремится к бесконечности. Что это означает? Это означает, что наша процедура оптимизации, вообще говоря, может пройти как угодно далеко. То есть она не ограничена какой-то областью инициализации. Второе ограничение говорит нам о том, что темп обучения убывает достаточно быстро. То есть сумма квадратов темпов обучения стремится к константе. Вопрос к вам. Может кто-нибудь сходу привести пример? Да, один на к. Да, это вот такой стандартный выбор. Соответственно, если мы подставим такие вот ε-каты в нашу формулу 4, числителя у нас величина стремится к константе, знаменатель стремится к бесконечности. Соответственно, тя величина стремится к нулю. Это означает о том, что у нас зазор генерализации при бесконечном числе итераций тоже стремится к нулю. Соответственно, если мы задали такую стратегию, нам в некотором смысле гарантируется сходимость. Тут вот есть некоторая загвоздка. Вот вы, наверное, могли заметить, что во всех формулах тут написаны какие-то мотожидания, какие-то W с чертой, и вообще непонятно, что это значит. На самом деле мы, конечно же, не можем вывести сходимость вот именно для конкретной итерации, для конкретной катой итерации крадритного спуска, стратегического крадритного спуска. Мы можем тут вводить только сходимость в среднем. Под этим подразумевается, что вместо того, чтобы рассматривать W после K итерации, мы рассматриваем средневзмешанное W после K итерации, которое считается вот по следующей формуле. И, соответственно, мотожидание берется по всей стахастичности в нашей траектории. Там, стахастичности выбора бача для подшета градиента и так далее. То есть это условие нам подсказывает, что так делать хорошо, но оно нам не гарантирует сходимость нашего градиентного спуска, потому что сходимость тут подразумевается именно в среднем. А вот что будет для конкретного WK, мы сказать точно не можем. Так, понятно ли вот эта важная разница, эта особенность? Так, про темп обучения понятно, про расписание? Отлично. Продолжаем. Теперь давайте поговорим про разные варианты того, как мы можем задать градиентный спуск. Я думаю, с какими-то вы уже должны были на ММР познакомиться. С Momentum, думаю, про это вам рассказывали. Вот давайте попробуем рассмотреть тот же стандартный градиентный спуск, Momentum и более продвинутые вещи, которые используются в нейронных сетях, как вот базовые штуки. Все мы будем рассматривать на простейшей задачи оптимизации. Мы зададим вот следующий функционал. Это кронодичный функционал, который мы будем минимизировать, собственно, по нашим весам. Почему такой? Ну, просто потому что его удобно визуализировать в 2D пространстве. Значит, какая у нас есть проблема у стандартного градиентного спуска, если мы будем рассматривать вот на данном примере. Вместо того, чтобы идти сразу же к точке оптима, как мы это бы делали в случае градиентного спуска, да, вот такой момент, который я не упомянул, всем ли понятно, что градиент, вот честный градиент, такой функции потерь, он будет всегда направлен в оптим данной функции потерь. Ну да, просто потому что он будет ортогонален там линиям уровня, и как раз-таки этот перпендикуляр, он будет смотреть в центр. Костический градиент же, он будет направлен куда-то не туда, он будет направлен не в центр. Соответственно, он будет каким-то образом осцеллировать, и стандартная ситуация, которую мы получаем, он будет осцеллировать вдоль, ну, некоторого так называемого оврака. Это вот типичная ситуация, которая есть в нейронных сетях. В окрестностях оптима функция потерь, ее ландшафт функции потерь, может быть представлен в виде, ну, такого вытянутого оврага. У нас есть некоторые направления, вдоль которых функция меняется очень резко, есть некоторые направления, вдоль которых функция меняется очень медленно. На самом деле, направлений, вдоль которых она меняется очень быстро, их довольно много, и с этим мы должны будем в дальнейшем отдельно побороться. Но нужно понимать, что вот есть вытянутые направления, есть пологие направления. И, соответственно, стократический градиентный спуск, ему ничего не остается делать, кроме как осцелировать вдоль стены коврага. Соответственно, это будет замедлять нашу засходимость. И давайте подумаем, как мы можем улучшить наш алгоритм, чтобы вот от этой осцилляции избавиться. Значит, для начала давайте посмотрим на примере. Значит, я выбрал некоторую матрицу А и вектор W для нашего функционала. И запустил стократический градиентный спуск на вот этом функционале с некоторым фиксированным темпом обучения. Что мы видим? Мы видим, действительно, вот у нас есть вытянутое направление, есть широкое, есть узкое. И наша оптимизация осцелирует по стенкам оврага, не сходится в точку оптима. Если мы попробуем сделать learning rate поменьше, осцилляция тоже станет поменьше. Больше learning rate, больше осцилляция. Все достаточно логично и интуитивно понятно. Давайте попробуем вот с этой осцилляцией побороться. В чем ее причина? В том, что мы градиент, точнее обновление весов на очередной итерации оцениваем недостаточно точно. Как мы можем оценить ее более точно? Тут на самом деле есть два подхода. Первый подход – это использовать производные высшего порядка. Например, Гейсиан. Я думаю, вы про метод Ньютона слышали. Да, то есть там мы используем вторую производную. Есть у вас идея, в чем проблема применять метод Ньютона для нейронных сетей? Так, а в чем проблема посчитать? Ну, там же размерность еще больше. То есть, ты говоришь, какие-то логатые рейтси. Да, то есть, во-первых, размерность Гейсиана будет квадрат от числа весов, которых, вообще говоря, у нас может быть очень много. Но на самом деле это не самое плохое. Самое плохое, что если вы спорите, да, там нужно обращать. То есть, это уже куб. Ну, совершенно не применим на практике. И вторая проблема связана с дисперсией оценки Гейсиана. Если мы попробуем как-то теоретически посмотреть, а вот как у нас зависит дисперсия оценки производной от числа объектов бача, то мы увидим, что для просто производной эта зависимость обратно пропорционально корню из размера бача. Если мы посмотрим на Гейсиан, то у нас будет уже, если я не ошибаюсь, просто обратно пропорционально размер бача. То есть, на порядок нам нужно больше объектов, чтобы с такой же точностью посчитать Гейсиан, с какой мы считаем нашу производную. Соответственно, посчитать достаточно точно Гейсиан, это сложно и с точки зрения числа весов модели, и сложно с точки зрения числа объектов, которые нужно использовать для подсчета Гейсиана. Поэтому нигде в курсе мы про методы второго порядка говорить не будем. Это на практике почти никогда не применимо. Соответственно, у нас остаются только методы первого порядка, и какую еще информацию мы можем извлечь? Мы можем извлечь только информацию из той траектории, которую мы уже прошли. Мы можем использовать значения градиентов с прошлых итераций. Соответственно, тут у нас как раз-таки возникает идея использования градиентного спуска с инерцией. Мы будем использовать всю нашу траекторию, и вместо того, чтобы шагать по градиенту в текущей точке, мы будем считать превращение весов на очередной итерации, как некоторое среднее взвешенное по всем точкам в нашей траектории. Соответственно, как это записывается математически? На очередной итерации смещение весов вычисляется как смещение на предыдущей итерации плюс текущий градиент. Если мы это распишем математически, развернем, мы получим просто экспоненциально сглаженный градиент по всей нашей предыдущей траектории. Ну, что достаточно логично. Мы автоматически будем придавать больше вес к градиентам, которые были на предыдущих итерациях, на недавних итерациях, и меньше вес давать тем градиентам, которые были на очень старых итерациях. Соответственно, если мы посмотрим, ну, как бы визуально, как у нас будет выглядеть наша траектория, действительно, за счет того, что мы будем усреднять вот наши осцилляции, мы получим более направленный градиентный спуск. Вот такое вот практическое замечание, параметр гамма, то есть тот параметр, который отвечает за взвешивание, какую долю мы отдаем текущему градиенту, а какую долю мы отдаем всем предыдущим градиентам. Его обычно выбирают 0.9, это вот такой стандартный оптимум. Не спрашивайте, почему. Просто на практике это работает хорошо. Давайте посмотрим, как это работает на нашем примере. Вот действительно я запустил оптимизацию с тем же темпом обучения, что и раньше, но теперь я использую моментум с, ну, вот достаточно небольшим, с небольшой гаммой. И действительно мы видим, что у нас сходимость стала более направленной. Давайте попробуем взять гамму побольше. Значит, если мы берем большую гамму, мы все меньше отдаем предпочтение градиенту в текущей точке. Это означает, что наша сходимость, она будет замедленна. Мы будем где-то вокруг оптимума осциллировать, потому что, ну, мы будем шагать все еще по, вот, некоторые предыстории вместо того, чтобы шагать по текущему градиенту, даже когда мы уже сошлись близко к оптимуму. Если мы возьмем гамма сильно меньше, то у нас начнет проявляться наша осцилляция на начальных итерациях обучения. То есть этот параметр вы должны выбирать баланс. Сходимость у вас будет лучше в начале, или вы будете лучше сходиться в конце, быстрее сходиться в конце. Как вы думаете, вот, какие недостатки есть у SGD с моментумом? Вот, есть две таких проблемы. Давайте по очереди. Да, у нас добавляется дополнительный гиперпараметр, и его нужно подбирать. Это проблема. Еще проблема. Если идти из-за того, что предыдущие инецы... Ну, смотрите, рано или поздно у нас по нашей формуле предыдущие инецы, предыдущие градиенты, они просто перестанут влиять. То есть в плане теоретической насходимости это вряд ли должно влиять. Ну вот с практической точки зрения, видите ли какую-нибудь проблему? Ну, опять же, ошибка может накапливаться, но у нас сама идея метода в том, что усреднение будет взаимоустранять эти ошибки. То есть это, я бы сказал, не проблема, это преимущество в некотором смысле. Ну, смотрите, на самом деле все просто. Вам нужно хранить в оптимизаторе в качестве его состояния накопленную сумму градиентов за предыдущие итерации. То есть у вас, у оптимизатора появляется дополнительное число параметров. Столько же, сколько всего веса в вашей модели. И с точки зрения практической, ну, вообще говоря, если у вас очень большая сеть, вы можете просто по памяти не влезть там на ваш вычислитель, например, на GPU. И это да, это может быть проблемой. Читание все, можно применить просто формулу там экстремизального среднего. У нас появится, что надо только прошлый раз хранить в памяти. Ну, вам же нужно хранить дополнительные, помимо параметров, вам еще нужно хранить накопленную историю. Ну, нет, конечно же, не всех предыдущих по отдельности, всех предыдущих усредненных. Но я... Да. То есть, ну, представьте, что у вас модель там весит, не знаю, там, 24 гигабайта. А теперь вам нужно еще в оптимизаторе еще 24 гигабайта хранить. То есть на... Вашу 40-90 уже не влезает. Проблема. Ну, на самом деле, на практике это действительно проблема. Это не то, что я придумал. Хорошо. Давайте попробуем подумать, как мы можем справиться с той проблемой, о которой мы говорили еще в самом начале. С тем, что у нас есть направление, вдоль которых у нас лоз меняется очень быстро, и есть направление, вдоль которых лоз меняется очень медленно. Ну, интуитивно понятно, что мы бы хотели каким-то образом шагать быстрее вдоль пологих направлений, ну, потому что там лоз меняется не очень быстро. Мы хотели бы быстрее идти там. И мы бы не хотели случайно выскочить из нашего локального оптиума просто из-за того, что мы сделали большой шаг вдоль очень узкого направления. И тут нам на помощь приходит вот идея Адаград. Это так называемый адаптивный темп обучения. Он адаптивен не только по итерациям, не только как некоторое расписание темпа обучения, он еще адаптивен с точки зрения того, что темп обучения для каждого обучаемого веса подбирается отдельно. Значит, как мы это будем делать? Давайте сначала посмотрим на формулу, а потом поймем, почему эта формула действительно удовлетворяет вот той логике, которую я сказал чуть раньше. Соответственно, что мы будем делать? Давайте будем накапливать квадрат градиентов, просто сумму квадратов градиентов индивидуальных. И в качестве очередной итерации мы будем брать градиент, но который будет разделен на корень из вот нашей суммы квадратов градиентов. В чем интуиция такой формулы? Давайте подумаем, а что означает, что у нас некоторое направление, то есть по некоторому параметру, наша функция потерь очень выгнута, например, или очень вогнута, то есть очень узкая? Вот, это вопрос к вам. Как вот это можно понять? Малышка. Так, а вот как это переформулировать с точки зрения градиента? Ну да, собственно, чем больше градиент, тем мы можем предполагать, что более узкая функция по этому направлению. Соответственно, ровность это мы здесь и делаем. В знаменателе для тех направлений, по которым градиенты по истории достаточно большие, мы будем делать шаг меньше. Те направления, вдоль которых наша история градиентов показывает, что направление пологое, мы будем делать шаг больше. Ну, достаточно логично. При этом здесь мы не используем даже никакого экспоненциального сглашивания. И, как вы думаете, к какой проблеме это может приводить? Да, это правда. И более того, вот если вы посмотрите как бы внимательно, у нас же знаменатель, он с числом итераций все время возрастает. Это, соответственно, что наш градиентный спуск, вообще говоря, с числом итераций автоматически затухает. Что, ну, как бы, наверное, не очень хорошо. Мы можем просто не успеть сойтись к точке оптиума. Это, как бы, такой вот некоторый недостаток, почему такой метод не очень используется в настоящее время. Ну, давайте посмотрим, как он работает на практике. Значит, я запустил вот его с константом learning rate, достаточно большим. И мы видим, что, ну, действительно, алгоритм быстро, эффективно сходится. То, что нужно. Ну, давайте теперь попробуем как-нибудь вот устранить вот этот вот недостаток, связанный с тем, что у нас, вообще говоря, знаменатель не затухает. Идея достаточно простая. Будем применять, опять же, экспоненциальное сглаживание только теперь для квадратов градиентов. Ничего, по сути, не меняется. У нас просто добавляется теперь параметр, который отвечает за экспоненциальное сглаживание квадратов градиента. Сами формулы остаются неизменными. Значит, давайте посмотрим. Ну, опять же, действительно, алгоритм неплохо сходится. Но за счет недостатка то, что у нас добавился некоторый дополнительный параметр. Так, понятно ли все вот до текущего момента? Еще раз, почему? Причтается, что мы там... Ну, смотрите. Давайте вот зафиксируем какой-то вес. Это у нас там нижний индекс G. И вот у нас есть какие варианты? Вот, допустим, в траектории, по которой мы идем, там везде градиенты по этому житовому параметру очень большие. Что это означает? Это означает, что вдоль этого направления, в среднем, наша функция потери очень узкая. То есть небольшой шаг вдоль этого направления придет к большому изменению функции потери. Это означает, что мы должны делать шаги меньше по этому направлению, чтобы, ну, случайно не увеличить нашу функцию потери, не выскочить из локального оптимума. Если же у нас градиенты в истории были маленькие, это означает, что у нас направление очень пологое. Мы можем делать очень большие шаги, при этом значение функции потери будет меняться мало. Еще вопросы? Хорошо. Значит, что нам теперь осталось? Нам осталось, ну, по сути, самое мало. Давайте объединим вот эти идеи, моментум, RMS-проб в один алгоритм. Мы получим так называемый алгоритм ADAM. Это вот на самом деле такой бейзлайн-оптимизатор. Оптимизатор, если вы, не знаю, обучаете свою нейронную сеть, вы обычно начинаете вот именно с него. Соответственно, как этот метод устроен? Так же, как и в Momentum и в RMS-пробе, мы будем экспоненциально сглаживать градиенты и квадраты градиентов. После этого мы будем использовать эти оценки для того, чтобы пересчитывать смещение на очередной итерации. Однако, тут есть небольшая загвоздка, которую мы раньше не учитывали. Если мы внимательно посмотрим на вот эти величины и подумаем вообще, что мы от них хотим на самом деле. На самом деле мы от них хотим, чтобы они были не смещенными оценками градиента в текущей точке и не смещенными оценками квадрата градиента в текущей точке. Ну, логично. Потому что, если мы бы знали эти величины, то наша оптимизация шла бы более, ну, как сказать, более направленно, более точно. Однако, если мы попробуем посмотреть, а чему на самом деле равняется матожидание m и житого и w и житого, ва и житого, прошу прощения, мы увидим, что эти величины будут смещены к нулю. Значит, ну, опять же, давайте на математике я тут не буду останавливаться, тут как бы простейшая математика. Но мы можем действительно посчитать матожидание m и матожидание w. И мы получим, что их матожидание примерно равняется как бы истинным матожиданием градиента, матожиданием квадрата градиента, но смещенными к нулю на некоторый коэффициент. Соответственно, если мы хотим использовать как бы точные оценки наших статистик, мы должны избавиться вот от этой погрешности. Для этого мы в процессе нашей оптимизации пересчитываем наши оценки на несмещенные оценки и уже их используем для подсчета очередного шага обучения. Значит, в числителе мы используем Momentum, в знаменателе адаптивный learning rate. Все достаточно логично. Если здесь вопросы, то есть понятно ли, вот зачем нам нужна вот эта вот поправка. Хорошо, давайте запустим это, посмотрим на примере. Ну, действительно, вот наш алгоритм как-то там сходится. Мы тут можем поиграться с нашими параметрами, посмотреть, как у нас будет влиять параметры на нашу оптимизацию. Ну, опять же, в основном вот эти параметры, бета-1, бета-2, на практике их, ну, почти никто никогда не подбирает. Их фиксируют в 0.9 и там в 0.99, и все работает неплохо, как только вы подберете хороший learning rate. Так, есть еще вопросы по оптимизации. Вот базовые вещи мы обсудили. То есть ту интуицию, которую вы должны вынести, это то, что когда вы начинаете обучать нейронную сеть, вы берете Адам и подбираете learning rate. Это почти всегда оптимально. Ну, опять же, вот давайте вопрос к вам. Какой недостаток есть у Адама технический? Да, тут нам нужно хранить не в два раза больше весов, как там в RMS-пропе или в моментами. Тут надо в три раза больше параметров. Да, это может быть иногда существенной проблемой. Но, как бы, метод хороший. Так, есть вопросы по оптимизации? Хорошо, значит, мы разобрались, как мы можем призвольную нейронную сеть, там, призвольное число слоев, призвольная функция активации, оптимизировать. Теперь давайте поговорим чуть более конкретно про конкретный выбор архитектуры. Значит, ну, самое первое, что нам нужно подумать, это то, какую функцию активации нам нужно выбрать. Вообще говоря, мы уже обсудили, что нам действительно нужна функция активации, чтобы у нас наша модель не стала просто линейной моделью. Ну, теперь давайте посмотрим, какие у нас есть особенности, связанные с процессом обучения. Значит, опять же, будем это делать на простейшем примере многостойного прецептрона, но эта логика переносится, на самом деле, на призвольные нейронные сети. Значит, предположим, что у нас есть многостойный прецептрон с функцией активации сигма, и вот у нас там сколько-то слоев есть. И давайте посмотрим, как у нас будет идти процесс обучения для такой, прошу прощения, нейронной сети. Значит, у нас есть иксы-входы, игреки-выходы, и за z-ки я обозначаю промежуточные активации. Значит, вот тут есть небольшой абьюзинг обозначений активации, как выход с очередного слоя и активация, как функция активации. Тут важно не запутаться. Соответственно, вот за z-ки я обозначаю активации. И давайте посмотрим, как у нас процесс обучения будет зависеть от сигмоиды, от нашей функции активации. Что нам для этого нужно сделать? Для этого давайте посмотрим, как у нас зависит градиент нашей функции потерь от сигмы. Опять же, я здесь что делаю? Давайте применим обычный... Да, применим обычный chain rule для подсчета градиентов. И давайте сразу перейдем к формуле 5. Не буду останавливаться подробно на выклоках. Но, опять же, ключевой момент, который тут нужно будет заметить, это то, что в выражениях для градиентов по все более и более глубоким слоям добавляются слагаемые вида произвольная функция активации от выхода очередного слоя. Соответственно, если мы считаем производную по пятому слою, то у нас будет всего лишь одна производная функция активации. Если мы считаем производную по первому слою, то у нас будут тут производные функции активации по всем предыдущим слоям. Соответственно, что нам это подсказывает? Давайте подумаем, как в зависимости от производной у нас будет меняться градиент по весам. Если у нас производная функция активации всюду меньше единицы, что это будет означать? Это будет означать, что градиент по весам все более и более глубоких слоев будет все меньше и меньше. То есть у нас будет происходить автоматическое затухание градиентов с ростом числа слоев нейронной сети. Что на самом деле не очень хорошо, потому что мы бы хотели использовать все веса в нашей нейронной сети оптимальным образом, а у нас, по сути, начальные слои просто не будут обучаться. Они будут зафиксированы в свою инициализацию, потому что градиенты по ним почти нулевые. И аналогичная проблема в обратную сторону. Если у нас производная функция активации будет всюду больше единицы, то градиенты просто будут взрываться, у нас будет численно неустойчивое обучение. Что мы можем из этого вынести? Нам нужно подобрать производную функцию активации, вообще функцию активации с такой производной, чтобы она примерно равнялась единице всюду. В таком случае мы гарантированно избежим проблемы с затуханием или взрывом градиентов. Конечно же, мы можем сказать, что для маленького числа слоев эта проблема не очень актуальна. Действительно. Там мы можем использовать произвольную функцию активации. Но если мы хотим обучать нейронные сети с десятком, с тысячей слоев, и на самом деле современные нейронные сети не меньше десятка слоев, то уж точно. То есть на сотни слоев число идет. Мы должны будем использовать какую-то хитро подобранную функцию активации. И давайте с учетом этих знаний попробуем наши функции активации проанализировать. Начнем с функции активации сигмоида. Это вот такая базовая функция активации, про которую вы уже в курсе ММРО слышали. И давайте попробуем нарисовать ее и ее производную. Значит, ну действительно, это некоторая нелинейная функция. То есть базово она нам подходит. Теория об универсальном аппроксиматоре удовлетворяет. Но вот что мы видим с ее производной? Ее производная всюду меньше одной четверти. Соответственно, если у нас, ну например, сколько? Пять слоев в нейронной сети. Это означает, что градиент по весам первого слоя будет домножаться на число меньше, чем 1 четвертая в пятой степени. Ну то есть это уже почти ноль. Еще немного, и это будет просто underfloat... Да, underfloat вещественного значения. Что, наверное, не очень хорошо. Собственно, поэтому сигмоиды в нейронных сетях почти никогда не используются. Это не лучший выбор. Какие есть еще альтернативные выборы, с которыми вы можете столкнуться? Гибербалический тангенс. Значит, ну, по большому счету, это просто смещенная отмасштабированная сигмоида. Какое у нее есть преимущество? Во-первых, эта функция активации симметрична. Чуть дальше, на следующем, скорее всего, занятии мы поговорим, почему симметричность функции активации на самом деле важна. Относительно важна. Представьте, если у вас функция активации всюду положительная, это означает, что у вас активации всюду положительные. Вообще говоря, у вас еще выходы из вашей нейронной сети тоже могут быть всюду положительные. Что, наверное, ну не очень хорошо. Это какой-то implicit bias, который с вашими данными может быть, ну, не очень хорошо связан. Почему ваш таргет должен быть по умолчанию всегда положительным? Не очень очевидно. Соответственно, тангенс в этом смысле лучше, чем сигмоида. Но в плане оптимизации он все еще обладает такой же проблемой. Его производная почти всюду меньше единицы. Соответственно, проблему полностью он не решает. И, наконец, ваш best choice, выбор по умолчанию, функция активации relu. Соответственно, это максимум из нуля и линейной функции. Кусочная непрерывная функция с, обращаю ваше внимание, разрывной производной в нуле. Вообще говоря, вы можете сказать, что да, это с аналитической точки зрения проблема. Но с практической точки зрения мы можем определить производную в нуле, ну, чем угодно. Любым числом из промежутка 0,1. И все будет работать на практике отлично. Но самое важное у этой функции активация, это то, что ее производная на большей части, ну, на половине вещественной оси единица. То есть мы гарантированно защищаемся от затухания и взрыва градиентов. Конечно, мы тут можем сказать, что погодите, что у нас происходит с отрицательными входами? Там же градиент вообще не течет. Мы можем попытаться разными способами эту проблему решить. Например, литериу дополняет отрицательную область той же линейной функции, просто с другим углом наклона. Мы можем делать таким образом, но на самом деле на практике это почти не влияет ни на что. Можем дополнять, например, экспоненциально, для того, чтобы у нас еще производная в нуле была неразрывна. Но, опять же, никакого практического преимущества обычно мы не получаем. То есть если вы выбираете, какую вы хотите архитектуру взять для вашей нейронной сети, выбор между рилу, лики рилу и елу – это вот не первое, на что вам стоит обратить внимание. По умолчанию берете рилу, и это нормально. Так, есть ли вопросы по выбору функции активации? Да. Да, вот я делаю замечание, что, вообще говоря, эту теорему можно доказать в более общем случае. В частности, для произвольной непальномиальной функции, даже неограниченной. Да, то есть там просто чуть сложнее приближение, но как бы тут его можно вот уложить там в 10 строчек и интуитивно понять, но можно доказать в более общем случае. Есть еще вопросы? Когда у нас появляются не главные объекты, у нас может появиться либо отбор признаков, либо отбор объектов. Это хороший вопрос. Я тут боюсь ответить. На самом деле, вот есть там прям отдельные статьи, которые пытаются анализировать поведение нейронных сетей с функции активации рилу. Просто потому что, если вы подумаете, что из себя представляет, например, опять же, ландшафт функции потерь с функции активации рилу. Он будет кусочно постоянен. Но вот какого-то конкретного ответа я не могу дать. То есть не то, чтобы на самом деле в нейронных сетях отбор признаков, это было бы очень плохо. Просто потому что, ну вообще говоря, у нас признаковое пространство там для картинок очень большое. Неплохо было бы отобрать какие-нибудь признаки. Убрать шумовые. Но вот какого-то теоретического обоснования я так сходу сказать не могу. Да, это может быть плюсом. Но опять же, тут нужно мне какие-нибудь статьи посмотреть. Я вот конкретно в эту тему не погружался. То есть в S-Frame там как бы есть преимущество. Там мы ККТ записали. Из условий дополнительной жесткости у нас конкретная интерпретация появляется. Тут ничего подобного мы сделать не можем. То есть нам нужно рассматривать какие-то простые случаи. Там, например, какую-нибудь двуслойную нейронную сеть с какими-то еще большими ограничениями, с каким-нибудь конкретным лосом. Тогда мы можем что-то аналитически вывести. Но так в призвольном случае я ничего сказать не могу. Так, есть еще вопросы? Окей. Значит, последний момент, который нам осталось обсудить. Такой вот базовый, обширный. То есть пока то, что мы обсуждали, это не связано с конкретным доменом данных, конкретной структурой нейронной сети. Это верно почти для всех нейронных сетей. То есть как их оптимизировать, как выбирать функцию активации. И вот последний момент, который нам нужно обсудить, это как нам нужно инициализировать нейронные сети. Мы уже посмотрели, что с теоретической точки зрения у нас есть какая-то интуиция небольшая, что инициализация влияет. И вот давайте попробуем, опять же, привести какую-то более конкретную логику о том, как нам выбирать инициализацию. То есть из каких соображений нам выбирать начальное значение весом. Значит, прежде всего давайте попробуем посмотреть на примерчик. Значит, что я здесь делаю? Я здесь обучаю две нейронные сети. Сейчас давайте я посмотрю, сколько тут слоев. Раз, два, три. Значит, у меня тут три линейных слоя, раздлинные активации RELU. Я обучаю их на задаче многоклассовой классификации на МНИСТе. И что я делаю? Я буду сравнивать две различные инициализации весов. В одном случае я инициализирую веса из нормального распределения, вот, ну, с какой-то небольшой дисперсией. А во втором случае я инициализирую веса, ну, так скажем, правильно, из хитрой инициализации. Что это за инициализация, мы поймем чуть позже. И давайте посмотрим, как у нас в зависимости от инициализации будет меняться качество на тесты выборки и вообще скорость сходимости нейронной сети. Значит, я тут саму оптимизацию запускать не буду, чтобы нам времени ждать. Но давайте посмотрим. Значит, вообще, давайте, да, на самом деле, давайте, прежде чем смотреть, немного поговорим. Вот, из каких бы вы соображений выбирали инициализацию весов? То есть, есть ли у вас какое-нибудь априорное знание, как стоит действовать? То есть, вот, например, вы там много обсуждали логистическую регрессию, линейные модели. И, ну, вообще говоря, там они тоже обучаются градиентным спускам, и там тоже надо инициализировать веса. То есть, вот, а как вы это делали? Так, и кто дальше делал? И ты считаешь, да, это сначально подбережит. И там же как-то вот так вот. Из этого можно инициализировать. Можно. А как ты именно предлагаешь регрессию на третьем слое? Не-не-не, я пока спрашиваю про... А, ну, окей, да, хорошо, это, в принципе, логичный вариант. Ну, окей, давайте представить, что у вас больше стоит. Действительно, вот мы такие корреляции теперь посчитать не можем. То есть, как бы вы действовали? Есть у вас какие-нибудь идеи? Ну, смотрите, на практике же вы не можете так делать, у вас там обучение сети может там быть неделю. И при этом там вы еще ГПУшки занимаете. Вам, как бы, в компании везде по голове достучат, скажут, кластер занимаешь какими-то неполезными вещами. Ну, смотрите, на самом деле, самое начальное, что мы можем предложить, это, окей, давайте будем инициализировать веса из какого-то распределения. Например, из нормального, ну, самое простое. Осталось понять, а вот какие параметры этого нормального распределения выбрать? То есть, матраждание и дисперсию. Вот, я здесь выбрал матраждание 0, дисперсию 0.3. Вот, а как бы вы подбирали матраждание и дисперсию, то есть? Переходное распределение, если нормально, вы выберете, ну, будет. Нет, ну, сейчас. Я думаю, что дисперсия должна зависеть от дисперсии его исходных признаков. Ну, представьте, все признаки стандартизованно. Да, чтобы вопросов... Ну, я говорю, стандартизованно. Да, то есть там единица. Ну, смотрите, окей. Давайте сначала поговорим про матраждание. Если мы будем задавать матраждание не в 0, к чему это будет приводить? Вот давайте мы зададим матраждание, например, в единичку. Это означает, что, вообще говоря, почти все веса в нашей нейронной сети будут положительны. А с чего бы они должны быть все положительны? Это означает, что у вас есть implicit bias на выходы вашей нейронной сети в положительную сторону. Что, опять же, ну, наверное, не очень хорошо. Потому что выходы вашей нейронной сети, ну, опять же, они не обязательно все должны быть положительны. И ровно такая же логика с отрицательным матражданием. То есть логично инициализировать в 0, чтобы у вас матраждание ваших выходов вашей нейронной сети тоже примерно равнялось 0. Чтобы у вас не было никакого implicit bias. Что насчет дисперсии? Если мы возьмем очень маленькую дисперсию, мы можем получить численную неустойчивость. Просто потому, что мы будем много раз существенно уменьшать дисперсию активации после каждого слоя. Ну, представьте, у вас в кадные данные, у них дисперсия была единичка. Вы перемножили на матрицу, у которой веса имеют дисперсию очень маленькую. Маленькую. Соответственно, и так сделали много-много раз. У вас эти дисперсии будут перемножаться, по сути, если вы там аккуратно распишите. Соответственно, чтобы избавиться от затухания активаций, вам необходимо задать дисперсию в какое-то разумное значение. Не очень маленькое. По той же причине вы не хотите задавать дисперсию очень большой. Потому что в таком случае вы можете получить просто взрыв активации. Что, наверное, тоже не очень хорошо скажется на устойчивость обучения. Вот из этих соображений мы уже понимаем, что мы должны инициализировать наши веса из распределения с нулевым отожиданием и какой-то не очень маленькой, но не очень большой дисперсии. А вот какой конкретной дисперсии, это вот мы сейчас попробуем понять. Соответственно, давайте посмотрим, действительно ли это на что-то влияет. Значит, с синенькой линией я изобразил процесс обучения нейронной сети, которая была инициализирована вот из нормального распределения с мотожиданием и такой дисперсией. Оранжевой линией я изобразил экресси на тестовой выборке для хитро-инциализированной нейронной сети. Что мы видим? Мы видим, что у нас не только процесс обучения, но он быстрее обучается, но он еще обучается к лучшему качеству. То есть мы на синей кривой, не факт, что даже если будем обучаться большее число итераций, достигнем качества оранжевой кривой. То есть это нам подсказывает, что выбор инициализации может существенно, на 4% влиять на качество тестовой выборки. То есть это ключевой момент при инициализации нейронной сети. Окей, давайте теперь попробуем из некоторых теоретических соображений как-то вывести, а как именно нам хитро можно инициализировать веса нейронной сети. Значит, тут написано очень много всего. Давайте я скажу сначала ключевой момент, а потом будем уже конкретно в математику погружаться. Значит, что бы мы хотели? Мы действительно хотели бы, чтобы статистики активаций и статистики градиентов после каждого слоя нашей нейронной сети оставались неизменными. Что я под этим подразумеваю? Я под этим подразумеваю, что для активаций у нас не происходит ни взрыва, ни затухания активаций. И то же самое для градиентов. У нас не происходит ни взрыва, ни затухания градиентов. Ну, соответственно, для активации, чем дальше в нейронную сеть, тем больше вероятность того, что у нас произойдет взрыв или затухание, а для градиентов, ну, соответственно, в обратную сторону, чем ближе к началу нейронной сети, тем больше вероятность того, что у нас затухнут или взорвутся градиенты. И мы хотим подобрать инициализацию таким образом, чтобы ни взрыва, ни расхождения, ни активации, ни градиентов не происходило. Соответственно, давайте теперь попробуем это вот строго математически вывести. Чтобы это математически вывести в общем случае, ну, это будет сложно. Мы будем выводить в некотором простом случае. Значит, во-первых, мы будем рассматривать многослойный перцептрон с L-слоями. В качестве функции активации мы выберем функцию активации, которая будет творять следующим двум свойствам. Во-первых, она будет нечетна. И, во-вторых, в нуле ее производная равняется единице. Тут сразу важно понять следующую деталь. Выбор правильной инициализации для вашей сети будет существенно зависеть от того, какую функцию активации вы используете. Если вы используете функцию активации, которая удовлетворяет этим двум условиям, например, гиперболический тангенс, у вас получится одна инициализация. Если вы будете использовать RELU, которая вот этим условием не удовлетворяет, то у вас будет другая инициализация. На самом деле, выкладки будут очень похожи, но итоговый ответ просто получится другой. У вас как раз-таки будет домашка на то, чтобы поупражняться, повыводить. Значит, ну вот, важно эту связь запомнить. Пункт активации влияет на инициализацию. Дальше. Нам нужны еще некоторые предположения, чтобы наш вывод был достаточно простым. Значит, первое предположение – это то, что во всех линейных слоях вектора сдвигов равны нулю. Ну, окей, это несущественное предположение. Мы можем их просто заинициализировать в начальный момент времени нулю. Дальше. В начальный момент времени модель находится в линейном режиме. Ну, по сути, это говорит нам о том, что производная функция активации в нуле примерно равняется единице. То есть, если мы подадим на вход что-либо, мы примерно это же и на выходе и получим. Если то, что мы подаем, достаточно мало. Дальше. Следующее, что мы предположим, это то, что у нас распределение всего чего только можно. Весов, активаций, предактиваций, входных данных, градиентов. Что вот все это распределено независимо и при этом одинаково внутри одного слоя. Ну, опять же, не то чтобы очень строгое предположение, но оно нам упростит выкладки. И последнее, это то, на что мы на самом деле можем повлиять и в классическом случае мы всегда делаем, то, что данные стандартизованы. Окей. Теперь давайте попробуем посмотреть, а как у нас меняются статистики наших активаций от слоя к слою. В прямом проходе, то есть нашей активации, и в обратном проходе, то есть градиента. Значит, давайте посмотрим, как тут выглядят выкладки. Значит, с матожиданиями в прямом проходе все на самом деле достаточно просто. Несложно видеть, что если у нас матожидание в слоя равняется нулю, то вне зависимости от того, какие у нас там веса, если у них будет матожидание равняться нулю, то и матожидание всех активаций тоже будет равняться нулю. Ну, просто за счет того, что у нас модель работает в линейном режиме. Намного все сложнее с дисперсией. Вот тут нам нужно потрудить и расписывать все в явном виде. Значит, давайте для начала распишем дисперсию предактивации. То есть вот ZLT – это выход L-линейного слоя до того, как мы его подали в активацию. Соответственно, что я делаю? Я его расписываю просто по определению. И здесь я пользуюсь независимостью дисперсии весов и дисперсии активаций. После того, как я это сделал, я могу переписать дисперсию предактивации через дисперсию активации предыдущего слоя. Наконец, после того, как я это сделал, нам осталось развернуть еще на один шаг назад. Расписать дисперсию активации через дисперсию предактивации предыдущего слоя. Но это делается на самом деле очень просто. Опять же, мы пользуемся тем, что модель работает в линейном режиме, то есть дисперсия активации будет равняться дисперсии предактивации. После того, как мы связали дисперсии предактивации между слоями, мы можем развернуть это выражение просто в самое начало. Теперь, по условию нашей задачи, мы требуем, чтобы дисперсии наших статистик не менялись от слоя в слое. Соответственно, чтобы это было выполнено, нам нужно задать дисперсию весов нашей модели в единицу на число выходных нейронов очередного слоя. То есть вот уравнение 6 как раз таки нам с теоретической точки зрения при выполнении наших предположений задает оптимальное значение дисперсии весов. Если мы зададим веса с такой дисперсией, то, по крайней мере, в начале обучения статистики наших активаций меняться не будут. Значит, для обратного прохода давайте я математику обсуждать не буду, но просто скажу, что логика примерно такая же. Мы будем выписывать дисперсию градиентов через дисперсию градиентов предыдущего слоя. И чтобы дисперсия оставалась неизменной, нам нужно положить дисперсию весов в единицу делить на число выходных нейронов эльтого слоя. Соответственно, тут мы видим, что у нас, вообще говоря, возникла проблемка. Уравнение 6 и уравнение 7, они, вообще говоря, не совместны между собой. То есть в одном случае нам дисперсию весов нужно сдавать в единицу на число нейронов входного слоя, а в другом случае единица на число нейронов в выходном слое. Вообще говоря, это проблема, и в зависимости от того, в какую сторону у вас будет смещение, вы будете больше отдавать предпочтению сохранению статистик на прямом проходе или на обратном проходе. Но в классическом случае, на практике, мы берем просто среднее гармоническое между этими значениями. Вот уравнение 8, это как раз-таки те требования, которые нам примерно сохраняют статистики и на прямом проходе, и на обратном проходе. Любое распределение, которое бы мы захотели, удовлетворяющее вот такому отожиданию и такой дисперсии, нам подойдет для инициализации. Для каждого элемента, смотрите, мы же здесь предполагаем, что у нас все веса в нашей матрице распределены независимо и одинаково внутри отдельного слоя. То есть, да, здесь подразумевается, что это дисперсия отдельного элемента или того слоя. Соответственно, мы можем выбрать любое распределение, которое мы хотим, равномерное распределение, нормальное распределение. Ну вот, в частности, для равномерного распределения будет выглядеть вот в следующем виде. Из такого распределения нам нужно сапкировать веса, чтобы получить наши гарантии в начале обучения для сохранения статистик активации и градиентов. Соответственно, такая активация называется активация, ой, инициализация Ксавьера по названию человека, который написал статью соответствующую. И вот, если вы используете, например, функцию Tangents, вы будете использовать такую функцию инициализации. Если вы будете использовать функцию активации Relu, вы будете использовать другую функцию инициализации. Другое распределение. Есть ли вопросы? Так, ну, кажется, мы успели все обсудить, то, что я хотел за сегодня. Все основные вопросы мы проговорили. Есть ли вопросы по занятию? Хорошо, тогда всем спасибо. Продолжение следует...